Здравствуйте! Как всегда в это время мы рассказываем о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия События Недели. С вами Марина Конодакова. Хорош скулить. Рассказывать какие-то басни Крылова, что супер тяжело. Все пойдем по плану. Виктор Зимин обозначил антикризисные действия правительства Хакасии, как стратегию не выживания, а развития. Эта программа только начала стартовать и мы один из немногих субъектов, правильно, наверное, будет акцентировать внимание, один из немногих субъектов, которые с фондом на сегодня отношения наладили. Трудности рынка диктуют строителям уступки. В Абакане начинается строительство жилья, которое будет на треть дешевле существующих цен. Жительница Абакана по вине врачей, оставшаяся бесплодной, просит о помощи всех неравнодушных жителей Хакасии. Сейчас новые технологии позволяют создавать более широкие возможности, дают людям. Может быть, даже и лучше, и красивее, чем был до революции. Новые технологии приходят и в Храм Божий. Малиновый звон в Минусинском соборе отныне звучит по нажатию кнопки. Не скулить, а работать долго и упорно. В четверг жителям республики были представлены очертания антикризисного плана правительства Хакасии. Он появился после поездки Виктора Зимина в Москву, где состоялась встреча президента Владимира Путина с руководителями регионов. Сам Виктор Зимин, впрочем, не любит упоминать слово антикризисный и предпочитает обозначать свои поручения как курс на развитие. И вот некоторые детали того, в каком режиме отныне будут работать республиканские власти. Свой антикризисный план Кремль разрабатывал без учета мнения губернаторов, так что теперь последние просто поставлены перед фактом – сохранять стабильность во что бы то ни стало. Как это сделать в условиях нарастающего экономического кризиса – вот в чем вопрос. И с момента возвращения в Абакан Виктор Зимин нашел на него некоторые ответы. Хорош скулить. Рассказывать какие-то басни Крылова, что супер тяжело. Просто надо работать. Отныне в правительстве до лета отложены все отпуска, а каждый министр должен следить за предприятиями своего профиля. Если где-либо возникли проблемы с неплатежами и банкротством, чиновник поплатится своим креслом, предупредил Виктор Зимин. Власти должны чутко держать руку на пульсе экономики, ведь сейчас, как никогда, от нее зависит даже не благополучие, а элементарная стабильность в регионе. Поэтому в Сером доме готовы вспомнить опыт работы двухлетней давности – периода прошлого кризиса. Поручаю первому заместителю вместе с министром экономики проработать варианты мониторинга с ежемесячным разбором. Вот помните, как мы в прошлый раз работали, антикризисные меры принимали, мы били по хвостам. Беда уже у предприятия, вот ждем, когда оно споткнется. Почему же можно допускать это? Вот я персонально предупреждаю каждого министра. Социальный блок отвечает за свое, а те министры, которые зарабатывают деньги, будут отвечать за заработанные деньги, а не за провалы. Рухнула отрасль – нет министра. Упало предприятие – нет министра. Другого разговора не будет. Запомните это. Об урезании социальных программ не говорится, однако не исключены оптимизации. Жесткое требование главы при этом – не трогать зарплаты. Необходимо удержать доходы населения на прежнем уровне, а потому важно следить и за ценами на продукты и товары. У меня просьба к структурам, которые исполняют здесь, на территории полномочия федеральная, тоже не кукситься и не ныть. Если есть права, воспользуйтесь ими. Если ценовая политика, видите, нарушена, принимайте все экстренные меры. Не ждите, что нужно там разбирательство великое, доказывать. Действуйте просто жестче. Просто даже один недельный срыв по цене на тот или иной вид услуг приводит к разочарованию в своей стране. Поверьте, я тоже буду жестко контролировать это. Что касается развития экономики, то Виктор Зимин поставил задачу добиться ее роста на 5%. По каждой из отраслей он даже определил конкретные цифры, которые вполне достижимы при эффективном управлении. Даже угольная отрасль должна вырасти на 20% за счет существующих разрезов и открытия новых. Развиваться промышленность будет и в других направлениях, и власти Хакасии обещают сделать все возможное для поддержки инвесторов. Так что, подытожил Виктор Зимин, основа для движения вперед есть. Главное – грамотно распорядиться имеющимися ресурсами. Итак, работа над антикризисным планом началась. Одну из деталей того, что он будет в себя включать, удалось узнать от Владимира Штыгашева, который на встрече с президентом представлял законодательную власть Хакасии. Как сообщил председатель Верховного Совета в официально распространенном сообщении, одно из актуальных направлений – это импортозамещение, за счет которого нужно добиваться развития собственных производств и открытия новых рабочих мест. Сегодня мы начали эту работу, она у нас, план этот действий, наверное, у нас появится в ближайшую, возможно, неделю. И я на встрече с председателями комитетов Верховного Совета, комиссии, еще раз попросил, чтобы вместе с правительственными соответствующими министерствами, комитетами правительства подготовить предложение в этот план действий. Дешевое жилье – не рекламный трюк, а реальность. В Абакане впервые будут строиться дома эконом-класса. Квадратный метр в них будет ниже рыночной цены практически на треть. Невиданную выгоду обеспечивает специальный федеральный закон, и мы постарались выяснить, в чем его плюсы. Вот здесь, на пустыре возле корпуса ХТИ по Комарова, появилась первая стройплощадка. Скоро здесь будут строиться два дома. В одном только 16 квартир будет эконом-класса, а второй будет полностью из таких квартир. И займут их преподаватели ХТИ. Чтобы построить дом, сотрудники ХТИ создали жилищно-строительный кооператив. Сейчас в нем состоит 30 преподавателей. Есть еще желающие получить эконом-квартиры. Цена квадратного метра в них – чуть более 30 тысяч рублей. Такие цены сейчас никому и не снились. В среднем жилье стоит по 45 тысяч за квадрат. Сейчас кооператив определяется застройщиком, который бы построил за меньшие деньги, но качественно. Дом, конечно, мы планировали либо пятиэтажный, двухподъездный, либо девятиэтажный, одноподъездный. Будет зависеть от подрядчика, потому что, сами видите, цена очень высокая. Мы стараемся с учетом этой цены, чтобы дом был максимально комфортный и максимально доступный для преподавателей. Эконом-жилье не значит из дешевых материалов и построенное спустя рукава. Это такие же квартиры стандартной площади со всеми удобствами. Право на него имеют те, кто живет в аварийных домах, кто нуждается в улучшении жилищных условий, многодетные семьи, работники образования и науки и еще целый ряд категорий. Дешевизна обеспечивается за счет земли. Участок возле ХТИ находится в федеральной собственности, и Фонд содействия развитию жилищного строительства бесплатно предоставляет земли, чтобы там были построены квартиры для нуждающихся. Обычно же застройщики Абакана тратят десятки миллионов рублей на то, чтобы выиграть аукцион на право аренды земли. Право аренды на сегодняшний день, если мы по этому закону идем, за него платить не нужно. То есть для застройщика это, скажем так, большая часть составляющая, которая лежит потом уже в нашей той стоимости, рыночной стоимости, по которой наш потребитель потом покупает это жилье. Для застройщика это большой плюс. Федеральная программа содействия жилищному строительству предусматривает и другие преференции. К примеру, застройщик, решивший возводить эконом-жилье, может за счет государства подвести все коммуникации к дому. А это также львиная доля затрат при строительстве. Республика намерена использовать все возможности, предоставляемые программой. Так что доступные дома будут строиться не только в Абакане, но и в Майно и Саиногорске. Эта программа только начала стартовать. И мы один из немногих субъектов, правильно, наверное, будет акцентировать внимание, один из немногих субъектов, которые с фондом на сегодня отношения наладили. И все мероприятия, которые предусмотрены 161-м федеральным законом, у нас на территории республики уже реализовываются и планируются к реализации. Примечательно, что цена на жилье эконом-класса была установлена в прошлом году, когда еще никто не мог предположить столь резкое падение рубля. По условиям программы повышать эту стоимость теперь нельзя. Тем не менее, подрядчики готовы строить и по такой цене. Им нужно выжить в условиях кризиса. С другой стороны, данный проект показывает, государство, когда захочет, может влиять на стоимость жилья, а не позволять спекулировать на жизненно необходимые потребности людей, иметь свою крышу над головой. Вопиющий случай непрофессионализма врачей и вновь в Баканском роддоме. Молодой женщине сделали кесарево сечение, да так, что она осталась бесплодной. Пострадавшая выиграла иск против врачей. Кроме того, к делу подключились следственные органы. Ну а самой женщине теперь требуется помощь неравнодушных людей. Сама пострадавшая желает остаться инкогнито, поэтому все комментарии дает представитель ее интересов Наталья Яхно. Именно она помогла пострадавшей доказать вину врачей, которые после проведения кесарево сечения не оказали медицинскую помощь на должном уровне. В итоге швы не зажили, начались необратимые процессы, вследствие чего врачи были вынуждены удалить матку. Доказать их вину в суде было непросто. Поскольку речь идет о вреде здоровью, по делам данной категории всегда необходимо проведение судебной медицинской экспертизы. Для того, чтобы провести экспертизу, поставить экспертам вопросы, необходимы специальные познания. То есть вот это самый сложный этап. Пострадавшая все же выиграла дело. Абаканский роддом должен ей выплатить компенсацию 400 тысяч рублей и штраф 200 тысяч. Эта история в очередной раз доказывает, что наказать медиков возможно. В прошлом году судьи даже выступили со специальным заявлением по этому поводу и призвали жителей республики не бояться подавать в суд. Было сказано, что невозможно доказать вину. Нужно перевернуть вот эту ситуацию с ног на голову. Винец головы на ноги, правильнее сказать. Пациент не должен доказывать вину медицинской организации. Примя доказывания распределено иным образом. Пациент должен доказать, что ему причинен вред. А отсутствие своей вины доказывается медицинской организацией. Представители роддома отказались от комментариев, но известно, что врач, не проследивший за пациенткой после кесарево сечения, понижен в должности. Также против него в декабре заведено уголовное дело, однако все это уже никак не компенсирует для пострадавшей все, что ей пришлось пережить. Рожденного ребенка она потеряла, и чтобы снова обрести счастье материнства, ей нужны услуги суррогатной матери. Женщина обращается за помощью ко всем неравнодушным людям. Размера той компенсации, которую мы получили на основании судебного решения, явно недостаточно для того, чтобы оплатить данную программу. По расценкам прошлого года, которые существовали в соседних регионах, в частности в Новосибирской области, стоимость таких программ колебалась в районе полутора миллионов рублей. Конечно же, молодой семье нести такие траты не под силу, поэтому мы будем очень благодарны. Если откликнется бизнес-сообщество на данную проблему, может быть, благотворительные фонды и сообща нам удастся эту проблему каким-то образом решить. Номер счета и контактный телефон вы сейчас видите на экране. Также желающие помочь могут обратиться в нашу редакцию или на наш сайт вести-хакасия.р. Здесь также будут размещены реквизиты банковского счета. ГТРК «Хакасия» признана лучшим средством массовой информации прошлого года. Региональный союз журналистов подвел итоги традиционного конкурса среди работников «Пера и микрофона» и отметил наш коллектив не только в целом, но и отдельных сотрудников. В профессиональном конкурсе приняли участие десятки журналистов со всей республики. Выбрать лучших было как никогда сложно. В жюри разгорелись жаркие споры. Но в итоге главный приз получила ГТРК «Хакасия». Нашей победе не усомнился никто. Еще бы! Наша телекомпания – единственная в республике, которая имеет более полувековой опыт работы. У нас хранится архив, которым больше не может похвастаться никто. Журналистика – это профессия, которая должна иметь не только свое лицо, не только свою харизму, но она должна иметь некий опыт. А этот опыт складывается, к сожалению или к счастью, с годами. Когда мы молодые, мы максималисты. Мы ищем, мы мечемся. А когда мы становимся немного старше, мы уже больше понимаем в этой жизни. В прошлом году ГТРК «Хакасия» праздновала юбилей. В честь 55-летия был запущен проект, в котором мы рассказали о ветеранах нашей компании, о тех, с кого начиналась история хакасского телевидения. В итоге юбилейный проект жюри конкурса признала лучшим. Это люди-герои. Это люди те, кто строили ГЭС непосредственно. Потому что очень много, например, рассказывал наш оператор Пустовой. Это те люди, которые… Они участвовали просто в больших стройках. То есть только от них мы могли бы узнать самое настоящее. Совместно с правительством республики ГТРК «Хакасия» этим летом провела Всероссийский фестиваль национального телерадиовещания «Голосы в Разии». К нам в Хакасию съехали журналисты почти со всей России. На бале прессы высоко оценили и этот фестиваль. Кроме того, благодарственные письма и почетные грамоты главы Хакасии получили лучшие сотрудники. Да, не ожидала. Цветы забыла на сцене. То есть даже не знала, что еще и цветы мне вручат. Вот Виктор Михайлович мне все открикнуло. Цветы! Я повернула, все, взяла их. Старейшая телекомпания региона не стоит на месте. В своем теле и радио эфире стремится соответствовать интересам зрителя. Сейчас готовится к выходу в эфир в несколько проектах, посвященных юбилею Великой Победы. У канала появляются новые лица, как в утреннем эфире, так и в выходные дни. Но как и 55 лет назад, мы по-прежнему остаемся верными своему главному правилу. Говорить и показывать только достоверно, объективно и взвешенно. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, События недели. В эфире Вести Хакасия, События недели, и мы продолжаем. Дачный сезон не за горами, и кто-то уже наверняка начал съесть помидоры, огурцы и прочие овощи на рассаду. Таким телезрителям будет полезная информация от гостя нашей студии, менеджера компании «Биобан» Галины Филиповой. С ней встретилась моя коллега Наталья Чудина. Здравствуйте, Галина. Сколько лет предприятие работает на рынке, и чем продукция вашего предприятия кардинально отличается от других? Компания «Биобан», которая находится в городе Бийске, на рынке с 95-го года. Наша продукция кардинально отличается тем, что при производстве наших удобрений не применяется абсолютно никакой химии. Мы получаем экологически чистые удобрения. Что нам это дает? Выращивая на таких удобрениях свои плоды и овощи, вы также получаете экологически чистый урожай. Каковы свойства ваших удобрений? Свойства наших удобрений. Все мы знаем, что основой плодородия почвы является гумус, а основой гумуса являются гуминовые кислоты. Так вот, в состав наших удобрений входят чистые гуминовые кислоты, при всем высококонцентрированные природного происхождения. Что нам это дает? Мы знаем, что гуминовые кислоты имеют такие свойства, как раскислять, расщелачивать, рассаливать почву. В связи с этим повышается плодородие почвы, а отсюда у нас идет и повышение урожайности. Точно так же у нас уходит проволочник. Это очень много значит для того, кто страдает такими проблемами. И у нас идет повышение урожайности. И еще гуминовые кислоты имеют такое свойство. С одной стороны, они превращают тяжелые металлы в недоступную форму для растений. Точно так же снижается радиационный фонд. Ядохимикаты нейтрализуют они. А с другой стороны, превращают минеральные удобрения в доступную форму для растений. В связи с этим мы говорим, что идет не только повышение урожайности, но и снижаются сроки созревания плодов. На 10-15 дней раньше получается у нас урожай поспевается. Почему это? Так как у нас идет еще и прорастание семян быстрее, потому что плодородие почвы повышено, и семена прорастают быстрее. Снижаются сроки созревания плодов. Для северных районов это очень важно. Вы будете получать урожай намного раньше, чем если бы вы получали, не применяя наши удобрения. Но есть ли надобность применять вместе с вашими удобрениями и другими, и другие удобрения, обычные вот наши, навоз, компост? Вот абсолютно не надо. Мы не рекомендуем. Конечно, мы не говорим вам прямо вот возьмите все и бросьте как это. Но мы не рекомендуем. Почему? Потому что вот смотрите, навоз, это как бы да, изревле его применяли. Но там тоже в основном применяют его ради того, чтобы попали гуминовые кислоты в почву. Так в навозе там всего 0,003 на литр. В наших удобрениях 10-12 грамм на литр. То есть насколько это экономично будет вам выгодно. И плюс, что нам навоз приносит? Он нам приносит не только пользу, но еще и очень много вреда. Во-первых, закисление почвы идет. Точно так же много гельминтов он нам с вами приносит. Потом, мы же не знаем, откуда сейчас навоз взялся и чем кормят сейчас коров. Там и антибиотики всевозможные, и ГМО, и все. И все это точно так же с этим навозом опять-таки попадает в нашу землю. И мы получаем не столько пользы, сколько вреда. Может быть, земля и стала у нас плодородной, но сколько мы туда занесли химии и всего прочего. Применяя наше удобрение, где точно так же есть гуминовые кислоты, вы получаете абсолютно экологически чистый урожай. Минеральное удобрение применять не надо, потому что, как я сказала, гуминовые кислоты имеют такую способность, как превращать минеральное удобрение в доступную форму для растений. Их в земле у нас уже очень много. Причем за те года, которые мы вносили с вами минеральное удобрение, причем больше, чем этого следовало вносить, мы там уже столько их заложили, но они находятся в недоступной форме для растения. Гуминовые кислоты нам принесут уже в той форме для растений минеральные вещества, в которую им надо принять. И поэтому, получается, я ещё хочу сказать, что когда растения применяют свои удаврения, минерально берут те, которые им надо, в тот вегационный период, сколько им надо, то, получается, у нас ещё идёт накопление, правильно, сахаров и ферментов. То есть плоды ваши, помимо того, что они у вас будут экологически чистыми, они приобретут опять тот вкус, который мы всегда ожидали от того или иного плода или овоща. Потому что растение само решает, когда и сколько ему надо, и столько и берёт. В каком виде выпускаются ваши экологически чистые удобрения? Значит, удобрения компании «Биобанк» «Флора-Эс» и «Фитопфлора-Эс» выпускаются в сухом виде. Это такие небольшие пакетики, 30 грамм и 10 грамм, но применять мы их будем с вами в разведённом виде. Поэтому я буду выдавать все рекомендации, как их применять на презентации, которая у нас пройдёт в городе Саиногорске 13 февраля по адресу Енисейский проспект, дом 31. И 14 и 15 февраля в городе Абакане по адресу Ленина 69 – это ДК «Победа» с 11 до 13 часов. А нет ли ограничений по применению вашей продукции? Ограничений абсолютно нет. Они применяются во всех почвенно-киломатических зонах и для всех видов растений. Потому что, как я ещё раз сказала, это экологически чистые. Во «Флора-Эс» у нас там высококонцентрированные гуминовые кислоты, смесь. А в «Фитопфлора-Эс» помимо гуминовых кислот введена ещё бактерия «Бацилус субтилис», которая борется со всеми гнилостными патогенными заболеваниями на почве и на растениях. Применяя наши два удобрения в комплексе, вы озаровите свою почву и сделаете её плодородной. Этого достаточно применяется для всех видов растений, включая комнатные растения. Очень часто задают вопрос, для комнатных тоже? Да, для комнатных тоже. Для цветов, для плодовых деревьев и кустарников? Для всего. То есть мы оздоравливаем почву. Уточните, пожалуйста, нормы расходов этих удобрений. Значит, рекомендация по расходу у нас такая. На одну сотку земли идёт расчёт именно на одну сотку земли. На весь вегетационный период у вас уйдёт 3 пакета флора-С и 3 пакета фитофлора-С. Это обойдётся вам где-то в 300 рублей на одну сотку земли. Это намного выгоднее, если вы будете завозить на свой участок навоз. Потому что, как я сказала, один наш пакет заменяет вам где-то 3-4 машины навоза. Посчитайте сами, насколько вам это выгодно и ещё и полезно. Если удобрения вашей компании можно применять на всём периоде выращивания растений, то что вы посоветуете садоводам сейчас, вот в этот период, предвесенний, так сказать? Вот прямо сейчас, вот уже сегодня, надо начинать подготавливать землю под рассаду. Потому что кто ещё её не подготовил, хотя осенью мы у вас были, значит, люди приобретали уже наше удобрение, но не все приобрели. Так вот, кто ещё её не подготовил, надо прямо срочно начинать применять наше удобрение для подготовки почвы под рассаду. Она готовится 28 дней. Поэтому вот надо сейчас. И плюс, как ещё я говорила уже на прошлых презентациях, ведь мы можем начинать, значит, флору вносить ещё и по снегу. Это очень хорошо. Как только вы успеваете на участок прийти, вы можете уже начинать флору вносить. Поэтому приходите, пожалуйста, приобретайте удобрение. Как ещё можно применять ваше удобрение? Где ещё можно применять наше удобрение? Они сейчас у нас уже применяются и в рыбном хозяйстве, и в пчеловодстве, и в животноводстве. Потому что, как я уже сказала, вот эта бактерия, бациллус субтили, сборется со всеми патогенами, гнилостными заболеваниями. Это идёт очищение, значит, воды, где выращивают у нас рыбку. И, конечно, в чистых водоёмах она не рестится лучше. Абсолютно безопасно для всех насекомых опылителей. Поэтому в пчеловодстве тоже очень хорошо применяется. Насколько выгодно применять ваше удобрение сельхозпроизводителям? Очень выгодно, потому что, как я уже сказала, очень маленькие нормы расхода самих удобрений. То есть у нас на гектар где-то идёт полтора килограмма флора и полтора килограмма фитопа. Минеральных удобрений там они завозят, я не знаю, машинами. Плюс, так как они экологически абсолютно чистые, в ферме, значит, выращивая экологически чистый урожай, наверняка будет сбыт у него больше, чем если он в химию, да? То есть если эти плоды и овощи будут в экологически чистых магазинах, даже если они будут слегка подороже, чем те, которые выращены на химии, я уверена, что каждый из нас пойдёт именно за такими плодами и овощами. А и так, как я сказала, повышается урожайность на 20-40%. Естественно, производителю это тоже выгодно. Плюс восстанавливаются тепличные хозяйства. Так как мы оздоравливаем, не только у нас идёт повышение плодородия почвы, но и оздоровление земель, да? У нас, значит, в тепличных хозяйствах не надо будет заменять землю, как мы это часто делаем. Точно так же это и для простых садоводов-любителей интересно, потому что исключается севооборот. То есть не надо нам, сегодня мы посадили огурчики, через год мы ищем, где их в другом месте посадить, и что нам посадить сюда. Здесь у нас будет из года в год на одной и той же площади расти одни и те же плоды и овощи, которые вы посадили. То есть вы можете сделать, как сейчас очень хорошо, высокие грядки и садить на одном и том же месте. Давайте напомним ещё раз нашим телезрителям, где можно приобрести удобрения компании «Биобан». Да, в этот раз мы будем и в городе Саиногорске, и в городе Абакане. В Саиногорске презентация пройдёт 13 февраля с 11 до 13 часов по адресу Енисейский проспект, дом 31. Это Краеведческий музей. В городе Абакане презентация пройдёт 14 и 15 февраля в ДК «Победа» по улице Ленина 69, также с 11 до 13 часов. Пожалуйста, приходите, жду вас, дам вам все рекомендации и желаю вам высоких экологически чистых урожаев. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. И ещё хочу сказать вам, вопросы свои до презентации вы можете задать по телефону 8 800 250 23 88. Точно так же вы сможете там сделать заказ по почве. До свидания. Спасибо. В Минусинском Спасском соборе поменяли колокола и установили автоматическую систему, которая позволит разыгрывать более 20 разновидностей звона. Мелодию можно включить со специального пульта, не поднимаясь на колокольню. Но не это важно для служителей церкви. Главное, что собор обрёл прежнее благозвучие. Олеся Калиниченко не только услышала новый звон, но и выяснила некоторые факты из истории храма. Событие, которое произошло в Минусинском Спасском соборе, местное духовенство называет не иначе, как торжеством исторической справедливости. Храм обрёл колокола, отлитый согласно православным традициям с соблюдением всех древнерусских технологий. Работу выполнили мастера Ярославской области. Этот звон, я думаю, на 99% приближен к тому, который был до революции. А может быть, даже сейчас новые технологии позволяют создавать более широкие возможности, дают людям. Может быть, даже и лучше, и красивее, чем был до революции. На колокольне Минусинского собора до 30-х годов действительно висели благозвучные колокола, которые издавали малиновый звон. Говорят, его было слышно за много километров и даже на другом берегу Енисея, то есть в Абакане. Но в 33-м храм закрыли, а колокола сбросили. Обычная практика того времени. Более полувека собор был немым. Только в конце 80-х на него вновь были подняты колокола. На кадрах кинохроники видно, что для города это стало большим событием. Действующий на тот момент настоятель храма, отец Михаил, рассказал, что прихожане не раз говорили ему о спрятанных и сохранённых в годы гонения колоколах. Несколько раз ко мне приходили и указывали места нахождения колоколов. Когда-то ранее сброшенных, зарытых где-то в колодец или брошенных в речку, даже один колокол, сохранился, который вот мы его и повесим, сохранился в Каратузе. Самые маленькие привезли нам из Селиванихи. Просто когда сообщили мне, что есть колокол, я даже не стал туда ехать. И к вечеру, утром мне сообщили, а вечером мне приносят, говорит, батюшка, мы слышали, что вы собираете колокола. Нет, я не собираю, а хотел бы просто восстановить колокола. Я не коллекционер. Ладно, вечером колокол будет у вас. Отец Игнатик говорит, что это, скорее всего, лишь красивая легенда. Когда колокола сбрасывают с 20-метровой высоты, они, как правило, разбиваются. А те, что подняли на колокольню в 89-м, годом ранее, были отлиты на заводе в Абазе. Просто в то время, после десятилетия безбожия и безверия, людям просто необходима была красивая история возвращения. Отлитые уже в 80-х годах, без соблюдения каких-либо технологий, просто с железом, можно сказать. Ихний звон, конечно, многие его помнят. Он был просто звон металла, железа. Чудесное возвращение колоколов – не единственная легенда, связанная с главным Минусинским храмом. Одна из них гласит, что венчание Ленина и Крупской якобы произошло именно в Спасском соборе. Люди от власти, но которые не утратили Бога, создали эту легенду, чтобы этот храм не разрушили. Потому что разрушить храм, в котором венчался Ильич, это было по тем временам кощунственно. Поэтому храм сохранился благодаря этой легенде. Он использовался там под разные какое-то время другие цели, но его не разрушили. Нельзя было разрушить храм, в котором венчался вождь революции. Храм действительно не разрушили, хотя попытки были. Так, в 1935-м здесь планировали организовать спортивный клуб воинской части, а в 1937-м – историко-революционное отделение Мартиановского музея. Ни одному из этих начинаний сбыться, к счастью, не удалось. В апреле 1946 года собор снова открыли для прихожан. Постепенно в храм стали возвращать старинные иконы. Сегодня они сохранились на иконостасе. Позволоченная резьба – это уже дело рук современных мастеров. Роспись на стенах также появилась во второй половине 20-го века. «Вот это роспись и вот это. Это где-то 70-е годы. Это расписывал батюшка, который здесь служил с матушкой своей. Они обладали даром иконописи. И вот это он расписывал. Более нижние росписи им где-то лет 10. Это наши художники уже современные расписали». Можно сказать, что обретение собором современных и в то же время сделанных по всем канонам колоколов ставит в истории восстановления Минусинской церкви скорее не точку, а восклицательный знак. По словам прихожан, новый звон необычайно красив. Святые отцы утверждали, что вот этот звон, он имеет свойство лечить, вот именно лечить. Разбужает, разбужает наши души, будет наша душа, понимаете что? Вот чтобы Россия наша воспевала, вставала вот так вот на ноги, как говорится, с коленей. А сейчас вот этот звон, он как бы будет нашей души, чтобы мы действительно пришли к вере, к той истинной, к русской, православной вере, чтобы мы пришли. Что касается снятых колоколов, то они свое еще не отзвенели. Их передадут другим храмам Минусинского района, где колокольни пока пустуют. Олеся Калинченко, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия. События недели. На этом у меня все. Нашу программу также можно посмотреть на сайте вестихакасия.рф. Я желаю вам приятного окончания выходных и пусть новая неделя принесет только позитивные перемены. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...